всем привет добро пожаловать в мою оранжерею ну как вы видите сегодня моё видео будет о орхидеи решила себя побаловать и приобрела сегодня две орхидеи это одна вторую покажу чуть позже меня в комментариях спрашивают почему же у меня нет орхидеи но у меня они есть их мало да и меня спрашивают видимо что я не люблю это растение я очень люблю орхидеи просто с местом вот проблема и все-таки не устояла и решила вот сегодня купить это орхидея у меня камбрия и что же означает слово камбрия это не сорт и не род орхидеи это просто условное обозначение маркетинговое название потому что сорта как такового нет это гибрид и он выведен из многих сортов то есть там участвовали два-три и больше сортов орхидеи мне эта орхидея понравилась ну вот во первых у нее цветочки таким цветом яркие видимо скоро же весна понедельник уже 1 марта и хочется чего-то яркого такого красивого и еще она имеет аромат то есть от нее исходит аромат такой приятный от филиноксис она отличается листвой конечно же и у нее произрастают вот такие вот бульбочки вот такие вот бульбочки и вот когда покупаете растения нужно смотреть чтобы не было никаких коричневых пятен бульбочки должны быть такие тургор хороший быть у них твердый они должны быть зелеными и их должно здесь быть больше ну то есть не одна не две а побольше вот как я вот и выбрала этот экземпляр мне он понравился у него бульбочек здесь много молодой рост и у нее очень много цветоносов то есть вот цветонос вот здесь еще один есть вот цветонос и там еще и лезет цветонос то есть у нее цветение на такое будет вообще очень хороший и такую орхидею можно даже заводить новичкам потому что она считается неприхотливой и сейчас расскажу немного об уходе она предпочитает светлое место даже будет свести на северных окнах ну восточные западные но она не переносит прямого попадания солнечных лучей так как может получить ожог листьев и поэтому если допустим у вас южная сторона то лучше всего ее прикинять и поливать ее по мере пересыхания она не любит перелива ее лучше просушивать между поливами тем более если в грунте содержится мог то нужно просушивать хорошо потому что мог он же если там в горшочке он подольше сохнет чем сама кора то есть кора покажется например сухой мог еще будет влажный и если будет полив еще произведен то может произойти загнивание корневой системы а корешочки у нее тоненькие и очень быстро могут подгнить это орхидея она не любит частых пересадок перевала если без надобности то ее лучше и не трогать и она предпочитает тесные горшки но я для нее выбрала вот такой вот горшочек он небольшой то есть я ее сейчас перевалю и потом какое-то время прям не знаю год-два я и не буду трогать вообще то есть пусть она наращивает тебе бульбочек побольше и тем более у нее рост сейчас пойдет как раз с марта и будет весна лето она активно будет наращивать бульбочки и потом она будет опять свести то есть она цветет постоянно там есть некоторые такие нюансы о которых я вам расскажу позже во время пересадки а что я вот придумала просто мне хочется вот в этот кашпо ее как бы поставить то есть я хочу сделать как я сейчас насыплю керамзит горшочек на керамзит поставлю его здесь вот тоже по бокам керамзит добавлю а сюда я как бы мелкая кора у меня мог спалом а керамзит и древесный уголь вот все что мне понадобится и теперь я буду вот этот сосуд стеклянный наполнять керамзитом ну чтобы было красиво у меня просто одна орхидейка растет уже в бокале мне очень нравится как стекле смотрится и они прекрасно кстати растут также поливаешь все просто лишняя вода уходит полив конечно нужно регулировать нужно понять растения когда его поливать но я поливаю орхидеи раз в неделю все ну вот я насыпала керамзит и и теперь хочу сюда вот установить вот так вот кашпо вот это вот видите и у меня здесь остается еще пространство я как раз это все хочу сейчас засыпать керамзитом чтобы не было видно вот этого кашпо чтобы мне не насыпать вовнутрь я вот так вот листиком вот так вот кашпо прикрою и буду потихоньку засыпать керамзит ну придется вот так потихоньку засыпать и все я конечно снимать не буду сейчас я это засыплю кашпо и продолжу дальше получился вот такой дизайн то есть здесь может быть мраморная крошка цветные камушки которые продают ну конечно их конечно много нужно в общем любые какие-то камушки мелкие красивые и вот он создаст вот такой вот а здесь вот у меня горшочек и как раз камрия она не любит прозрачные горшки то есть ее сюда можно запросто посадить и он не очень большой я тоже насыпала на дно керамзит кашпо и у меня здесь грунт для орхидеи с мелкой корой как раз то что нужно такая меленькая кора здесь у меня керамзит и мох с фагмум и древесный уголь то есть сейчас я мог вот этот вот на дно положу в перемешку корой с углем вот еще немножко все теперь я буду ее доставать аккуратненько но она в принципе она уже достаточно политая поливать я не буду хочется аккуратненько вытащить отлично корневая у нее хорошая отряхивать я ничего не буду я оставлю так потому что здесь уже и подкормки и все есть если корни хорошие я никогда грунт магазины не убираю сейчас я померю можно убрать достаточно и также не засыпая верхней просто добавлю чуть-чуть получается добавлю грунтика мне вообще нравится когда орхидеи именно в стеклянных сосудах каких-то стеклянной посуде фужерах вообще красиво смотрится оригинально как-то прям с мухом туда и я хочу вот так грунт насыпать чтобы край горшка скрылся даже если где-то будет видно то ничего страшного можно мог положить ну вот так получилось она у меня будет здесь на столике стоять мне конечно нравится и здесь горшочек я прикрыла горшочка не видно но я-то знаю что там у горшочек и буду поливать аккуратно но я ее поливать конечно же буду из пульверизатора не излейки достаточно будет и я расскажу такой маленький секретик для того чтобы это орхидея радовала цветением то есть ее нужно после того допустим после летнего периода когда она нарастила себе много пульбочек нужно сократить полив то есть нужно ее пересушивать и тем самым создавать ей стресс и из-за этого она начинает закладывать бутоны цветоносы правильно сказать а если ее поливать по мере вот пересохла сколько-то полил ее через определенное время и она от этого от частого полива она не будет свести ей наоборот нужно устраивать стресс ее нужно пересушивать вот такой секретик ну и конечно же подкармливать ее удобрением для орхидеи раз в 10 дней и сейчас я вам покажу еще одну орхидею которую я приобрела вот такую орхидею приобрела причем по оценке по хорошей цене вообще корневая система отлично я ее перевалила корней много зеленые вообще мне понравилось и цену цвет мне такой понравился он такой какой-то лимонный и вот с таким вот сиреневым до фиолетовым красиво смотрится и у него очень много не распустившихся еще бутончиков и листочки хорошие в общем у нее состояние очень хорошее поэтому я ее взяла вот посмотрите какие красивые цветочки я думаю что они потом она их нарастит они будут покрупнее потому что листочки у нее такие хорошие и хочу вам показать я говорила что мне нравится как в стекле выглядит орхидея вот этот как раз в бокале вот такого у меня растет здесь у меня девочка она маленькая ну смотрите уже цветочек будет это будет желтая орхидея и для тех кто не видео вот у меня еще два филенопсиса растут вот таком подвесном кашпо и они у меня постоянно цветут то есть вот у них же еще и цветы очень долго держатся до полугода конечно орхидея красивое растение еще с другой стороны покажу вам здесь белая у меня распускается здесь веточка цветонос сюда ушел но он уже я вот убрала уже такие цветочки вот два осталось и корешочки пробиваются видите им нравится то кашпо у меня кстати есть видео на канале здесь у меня макраме я сама делала кому интересно можете зайти на мой канал и посмотреть как я пересаживала эти орхидеи ну и как делала кашпо ну вот такие новинки у меня я конечно очень рада и они мне очень нравится и мне нравится как я посадила вот эту орхидею прям вообще классно они у меня здесь и будут стоять на этом столике увидимся в следующем видео до встречи льв 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 Продолжение следует...